Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о Мадагаскаре. Что мы знаем о нем? Многие знают что это большой остров расположенный в Индийском океане. Скорее всего там тепло и много экзотических растений и животных. Вот пожалуй и все. Но хотелось бы узнать побольше об этом удивительном острове. Ведь он занимает четвертое место по величине на планете Земля и это только маленькая часть интересного. Поэтому здесь и сейчас мы познакомимся с ним поближе. Поехали. Поразительное богатство природы делает Мадагаскар необычайно многоликим. Не потому ли он оставляет у людей, впервые совершающих путешествия, такое различное впечатление. Это проявилось и во множестве названий острова. Аристотель назвал его Фэбол, Плиний-Серне. Для Птоломея он был Минутиасом, для древнегреческих моряков Медрутисом. Древние величали его в честь богинь. Арабы присваивали ему имена принцессы с тысячей одной ночи. Но именно название Мадагаскар впервые было зафиксировано в мемуарах венецианского исследователя XIII века Марко Поло, как искаженная транслитерация названия Могадишо — Сомалийского порта, с которым Марко Поло, скорее всего, спутал остров. На рубеже XV-XVI веков на остров прибыли европейцы. Впервые это произошло тогда, когда судно Диогу Диаша, путешественника из Италии, сбилось с курса, направляясь в Индию. В 1500 году, в день Святого Лаврентия, португальский следователь высадился на острове и назвал его Сан-Лоренцо. Но так как имя Марко Поло популяризировалось на картах эпохи Возрождения, его название и закрепилось на картах. А местное население, как всегда, никто не спросил. Малагасийцы народ Мадагаскара называют остров великим — Танибе. Поскольку остров имел важное положение для торговцев пряностями, огибавши всю Африку, Франция и Британия также пытались установить здесь свои форпосты. Однако, враждебно настроенные местные жители и негостеприимный климат, вызывавший болезни, сделали эту задачу практически неосуществимой. Начиная с 17 века Мадагаскар был известен как райский остров для пиратов и работорговцев. Это было связано с его удобным расположением, а также с тем, что здесь почти не было колониальных властей. Мадагаскар стал колонией сравнительно поздно для Африки. Только в 1890 году французы смогли окончательно упразднить местную туземную монархию и установить свой протекторат. Но владели островом они совсем недолго. Уже в 1960 году была провозглашена независимая Малагасийская республика. Но пираты пиратами, колонисты колонистами и человеческая история как всегда печальна. А остров действительно большой. По площади он уступает лишь Гренландии, Новой Гвинеи и Борнео, он же Калимонтан. С севера на юг остров протянулся на 1580 километров. Да и в ширину он не маленький, около 600. Великий Мадагаскар называют и потому, что большие просторы его площади, составляющие 597 тысяч квадратных километров, остаются малоосвоенными и даже необжитыми. Длина береговой линии составляет 4828 километров. Линия побережья Мадагаскара достаточно прямая и по всему своему протяжению не образует глубоко вдающихся в сушу заливов. Однако два из них по величине все же стоит отметить. Это бухты Антугела на северо-восточном побережье и Амбару на северо-западе острова. Огромный остров Мадагаскар своего рода материк в миниатюре. Долгие века оставался загадочным для обитателей других материков. Причина тому – удаленность от путей мировой цивилизации и географическая изоляция. Необычная форма острова, его геологическое строение, неповторимые флора и фауна неоднозначно объясняются учеными и по сей день. Спор о происхождении Мадагаскара идет давно. Одни говорят о нем как об осколке древнего материка Гондваны. Другие – о клочке суши, чудом уцелевшем от легендарного континента Лемурии, который утонул в пучинах Индийского океана. Третьи утверждают, что остров существовал всегда. Рельеф Мадагаскара в основном гористый, переходящий в низменные равнины на побережье. В центральной части острова протянулось с севера на юг высокогорное вулканическое плато Анжафи, а также горные массивы Царатана, Анкаратра и Эвакуания. Высокое плато, занимающее большую часть острова, представляет собой остатки древней кристаллической глыбы, отделившейся от Африки в конце Палеозоя. Оно протянулось с юга на север, от массива Исалу до вулканических гор Царатана с самой высокой вершиной острова горой Марумукутру. 2876 метров на 800 километров и расчленено на отдельные массивы. Так, в центральной своей части, в районе Антононариву, плато носит название Эмирипа. Пейзажи высокого плато чарующие. Далеко за горизонт убегают зеленые волны холмов. Обширные цветущие долины чередуются с плоскодонными впадинами, занятыми болотами и озерами. На востоке на горе крутыми уступами понижается куска низменности, пролегающей вдоль всего побережья от Апталахи до Тауланару. На западе высокое плато плавно переходит в прибрежную холмистую низменность, которая как бы уходит в Мозамбикский пролив. Летние ливни затопляют поймы рек и прибрежные долины. Океан подступает к самым отрогам высокого плато. Два-три дождливых дня — и погрузившиеся в воду холмы становятся архипелагом мелких островков. Южнее тропика Козерога простирается полупустынная равнина — царство ксерафитов, колючих лесов, будто застывших в заколдованном сне. Но не только леса бывают колючи. На Мадагаскаре есть каменный лес. Цинги де Бемараха — единственное в своем роде образование из минералов, а также заповедник с уникальным желтым известняком. Странные минеральные образования Цинги де Бемараха расположены в 80 километрах от побережья Мадагаскара и получили такое название благодаря тому, что заповедник большей частью представляет собой известняковые зубцы. Малагасийцы называют их Цинги — это тот же термин обозначает у них ходить на цыпочках. Это вполне понятно, поскольку Цинги де Бемараха — это действительно труднопроходимые галереи лабиринтов. Посмотрев на уникальный карстовый ландшафт, понимаешь, что другой способ продвижения по заповеднику здесь неуместен. Остров такой большой, что у него есть и свои реки. Каждая река на острове имеет свой нрав. Реки, впадающие в Индийский океан, короткие, порожистые и бурные. Таковы Мангуру и Менингури, а также Вухитра. Реки западного побережья более протяженные и спокойные. Воду реки Мангоки орошают поля на юго-западе Мадагаскара. Это самая крупная река острова протяженностью 564 километра. Истоки находится на склонах центрального хребта в провинции Фианаронсуа. Далее русло протекает в западном направлении преимущественно по территории провинции Тулиара, впадая в Мозамбикский пролив в районе города Моромбе, образуя крупную дельту. В южной части дельты преобладают барьерные острова, отмели и намывные косы. В северной части дельты расположены болота и мангровые заросли. Икупа с ее притоками находится в центральном районе, а река Суфея на северо-западе. Реки южной части острова более своенравные, быстротечные, ворчливые летом. Зимой они пересыхают от зноя, прячутся в песок. И южанки часто и неожиданно меняют свои русла. Там где реки иногда бывают и водопады. И Соколеона – водопад-рекордсмен. Он самый высокий среди водопадов Мадагаскара. Водный поток обрушивается с 200 метров, расположен на востоке острова в 18 километрах от деревни Ампасинамбо. Кроме рек на Мадагаскаре довольно много и озер, среди которых по величине выделяются Алаутра, Ихутри, Итаси и Кинкуни. Алаутра – самое большое озеро Мадагаскара, расположенное в северо-восточной части страны. Его общая площадь составляет 900 квадратных километров, а максимальная глубина – полтора метра. Кинкуни – второе по величине озеро Мадагаскара, площадь которого составляет 100 квадратных километров. Водоем расположен в провинции Махадзанга и является пристанищем для множества видов рыб и птиц. Итаси – озеро, входящее в состав вулканической группы. Одноименный вулкан у озера считается активным, хотя последнее его извержение было давно. Ихутри – третье по величине озеро Мадагаскара. Его площадь меняется от 90 до 112 квадратных километров. Вода в озере соленая, а на его берегах расположены банановые плантации. А еще есть на острове Мадагаскар – мертвое озеро Тритрива. Необычный водоем приобрел широкую мировую известность в 1885 году благодаря британскому миссионеру Джеймсу Сибри-младшему. До этого о его существовании знали исключительно местные жители. Озеро располагается почти в центре острова, неподалеку от города Ансераби. Озерная чаша – вытянутый кратер потухшего вулкана. Некоторые отмечают, что по форме очертания берегов очень напоминают границы Мадагаскара. Озеро остается необитаемым для живых организмов из-за высокого содержания солей. За день бирюзовая водная толща не успевает как следует прогреться на солнце, поэтому температура воды достаточно низкая. И раз заговорили про температуры, давайте поговорим и о климате. Климат Мадагаскара разнообразен. В разных уголках острова в один и тот же день может стоять теплая солнечная погода, бушевать ураган или лить утомительно долгий дождь, а иногда случаются и заморозки. И можно сказать, что климат этот весьма специфический и не характерный для регионов близлежащего африканского континента. По типу его следует отнести к тропическому или экваториальному сонному. Его формируют юго-восточные пассаты и южно-индийские антициклоны. В настоящее время здесь сформировались три климатических области. Восточная область с тропическим мусонным климатом на восточном побережье, центральная область умеренного морского климата в районе центрального плато и горных массивов и южная область с засушливым климатом в пустынях и полупустынях на юге острова. Осадков больше выпадает на восточном побережье. Что и неудивительно, так как влажные ветра задерживаются центральными горными системами. Средняя температура воздуха в центральной части острова составляет порядка 18 градусов. В то же время на побережье этот показатель может достигать отметки и до 30. Наиболее жаркими районами острова являются плато Бемараха и северо-западное побережье, где средняя температура воздуха достигает даже 35 градусов. А вот на вершинах горного плато и массивах случаются и некоторое понижение температуры, а также заморозки. Сезона дождей на острове нет как такового. В целом же на острове различают два времени года. Зимой с мая по сентябрь дожди редки, сухо. Летом с ноября по апрель период мусонов. Когда на Мадагаскар то и дело надвигаются циклоны. Бывают и совсем разрушительные. Из последних циклон Элоиза. Он сформировался во время сезона циклонов в юго-западной части Индийского океана в 2021 году. Но самый крупный ущерб острову за последние десятилетия нанесли циклоны Элита и Гофило в 2004 году. Тогда погибли 295 человек, а 300 тысяч человек остались без крыши над головой. И конечно же, благодаря своему изолированному островному положению Мадагаскар является своего рода уникальным заповедником, где сохранились многие виды животных и растений, нигде больше на земле не встречающиеся. В редеющих девственных лесах, занимающих 60 тысяч квадратных километров, натуралисты до сих пор делают сенсационное открытие. Из 12 тысяч видов растений, 10 тысяч встречаются только на Мадагаскаре. Одно из самых известных и замечательных мадагаскарских растений, которое фактически является национальным символом эмблемы острова – Равенала мадагаскарская или дерево путешественников. Такое название связано с тем, что в пазухах черешков листьев скапливается большое количество дождевой влаги, которое можно использовать для утоления жажды. Правда, в ней множество личинок комаров и других насекомых, так что можно заодно и перекусить. Хотя в местах естественного произрастания Равеналы со склонов холмов много ручьев с кристально чистой водой и выбор, как говорится, за вами. Равенала удивляет и поражает своим величественным обликом. 20-30 длинно черешковых листьев, напоминающих банановые, растут строго в одной плоскости, как бы образуя гигантский раскрытый веер, венчающий сравнительно невысокий ствол. А желто-оранжевые цветки в пазухах черешков листьев придают ему еще большую декоративность. К числу самых красивых деревьев тропической зоны относится и другой замечательный представитель мадагаскарской флоры – это знаменитый делоникс королевский или пламя леса, дерево из семейства бобовых, произрастающее на карстовых известняках в сухих лесах западной части острова. Его необычайно красочное буйное цветение оставляет неизгладимое впечатление. Множество крупных до 15 см огненно-красных цветков в обрамлении нежно-перистых полуметровых листьев сплошь покрывают широкую зонтиковидную крону дерева, которое ко времени созревания плодов выглядит не менее впечатляюще. С ветвей свисают красивые, длиной до 60 см, темно-коричневые бобы. На Мадагаскаре произрастает более сотни видов пальм, принадлежащих к 18 родам, из которых 42 – эндемики. На востоке Мадагаскара во влажно-тропических лесах произрастает эндемик Хризалитокарпус желтоватый. В Европу эта пальма завезена на рубеже 18-19 веков, когда стало модным выращивать растения в оранжереях. В заповеднике Беринти на влажных заболоченных участках встречаются целые заросли удивительно эндемичного насекомоядного растения Непентеса мадагаскарского. Он отличается от других видов, произрастающих в основном во влажно-тропических лесах Малайского архипелага очень красивой ярко-желтой окраской кувшинчиков, своеобразных специализированных ловчих аппаратов, которые представляют видоизмененную часть черешка листа, а их крышечка – листовую пластинку. Самое многочисленное семейство растительного мира – орхидные. Насчитывает здесь более тысячи видов, поэтому Мадагаскар иногда называют орхидным царством. В тропических лесах восточного побережья, в горных туманных лесах высокого плато, на стволах и ветвях деревьев, а также на влажных скалах произрастает множество эпифитных орхидей, которые в большинстве своем невелики по размерам, имеют не крупные, но прелестные цветки. Одна из самых интересных и красивых мадагаскарских орхидей – полуторафутовый ангрекум. В соцветии три крупных белых цветка, которые как звезды светятся в сумраке тропического леса. Ботаник Альфред Рассел Уоллес высказал предположение о существовании бабочки бражника, которая, чтобы добывать нектар из такого цветка, должна иметь хоботок длиной 35 см. В то время энтомологи лишь посмеялись, однако спустя 40 лет действительно была обнаружена очень редкая ночная бабочка. Хоботок ее действительно может развертываться более чем на 30 см, но лишь вблизи этой орхидеи. Ослепительная белизна цветка помогает бабочке в темноте обнаружить его, чем способствует также длительное, более двух недель, цветение. В сухих редколесьях и колючекустарниковых зарослях в южной и юго-западной части острова произрастают одни из самых удивительных растений Мадагаскара. Это запасающие влагу бутылочные деревья. Для растений характерны толстые стволы, древесина которых как губка напитаны водой. К ним относятся знаменитые Баобабы, они же Адансония. Их стволы поражают своей причудливостью и размерами. Тут встречается шесть видов Баобабов, а в Африке только один. На красных песчаных почвах к северу от города Тулиари раскинулась небольшая роща. Здесь растет мадагаскарский эндемик осьминоговое дерево высотой до 10 метров. У него толстый мясистый короткий ствол, от которого в разные стороны отходят тоже толстые покрытые колючками стебли. Он произрастает на юго-востоке острова в долине реки Мандраре вместе с представителем другого рода из семейства дидиеровых алуодии, одного из самых высоких деревьев в этом семействе. На верхушке короткого мясистого ствола сгруппированы вертикально растущие ветви, а шипы и листья опоясывают его по круто поднимающейся вверх спирали. Большинство кустарников и трав в западных засушливых районах Мадагаскара принадлежат к суккулентным или сочным растениям почти из 15 семейств. Одни из них запасают влагу в стеблях, другие — в листьях. Особенно важную роль в ландшафте играют суккулентные молочаи. Среди них растения характерного коралловидного облика. Некоторые виды достигают высоты 5 метров, имеют шараб разную зонтика или канделябровидную крону, напоминают свечевидные мексиканские кактусы. Но, в отличие от кактусов, сок большинства суккулентных молочаев очень ядовит. К столь же характерным представителям суккулентов Мадагаскара принадлежат виды из рода «пахиподиум», что в переводе с латинского означает «толстая нога». Эти растения также играют в ландшафте заметную роль, привлекая внимание необычными колючими толстыми стеблями высотой до двух метров. Представители близкого рода каланхое из того же семейства толстянковых также обладают хорошей способностью к вегетативному размножению. На Мадагаскаре произрастает около 60 видов каланхое, большинство из которых приурочено к западным каменистым склонам высокого плато, и лишь немногие виды встречаются на влажных откосах в восточной части острова. На таких же скалистых сухих склонах высокого плато в сообществе скаланхое произрастает около 50 видов алоэ. А что у нас с фауной? И начнем мы с лемуров. Лемуры являются самыми известными из млекопитающих Мадагаскара. Их можно встретить только на этом острове. В отсутствие обезьян и других конкурентов эти приматы приспособились к широкому спектру местообитаний и разделились на множество видов. Кошачий лемур – наиболее распространенный вид из семейства лемуровых. Встречается на юго и юго-западе Мадагаскара, на сухих открытых пространствах и в лесах. Питаются кошачьи лемуры фруктами, листьями, цветами, кактусами и изредка насекомыми. Кошачьи лемуры очень любят сидеть под солнечными лучами и наслаждаться теплом, расставляя лапы в стороны. Есть и совсем маленькие лемуры, например, мышиный. Он питается фруктами, нектаром, листьями, различными насекомыми пауками, но может поймать и мелкую лягушку или ящерицу. Это чудесное создание природы обитает в засушливых лиственных и смешанных лесах Мадагаскара. Мышиный лемур является самым мелким приматом на земле, еще его называют карликовым маки. Он весит примерно 300 грамм. Длина его тела составляет около 20 сантиметров, из них 10 сантиметров приходится на хвост. Живет карликовый маки в дупле дерева или же строит гнездо из веточек и травы. А что это за животное с необычным именем Ай-Ай? Это необычный ночной примат, обитающий в тропических лесах Мадагаскара. Самой необычной его частью тела являются задние конечности, где большой палец противопоставлен остальным так, что создается впечатление, что это вовсе не ноги, а руки. Поэтому его и называют мадагаскарской руконожкой. Ай-Ай размером с домашнюю кошечку. Питается руконожка в основном червячками и личинками. Есть и не менее удивительные тенрики. Их еще называют щетинистыми ежиками. Тенрики действительно внешне похожи на ежей, но таковыми не являются. Их относят к разным отрядам. Всего в природе существует около 30 видов тенриков. Эти юркие существа покрыты шерстью в перемешку со щетиной и иголками. Самые маленькие тенрики величиной с мышь, самые крупные длиной до 40 сантиметров. В светлое время суток они спят в укромном месте, а с наступлением сумерек отправляются на поиски червей, насекомых, мышей и ящериц. А есть ли на этом удивительном острове хищники? Есть, но их немного. Например, это фоса – самая крупная хищная млекопитающая, обитающая на Мадагаскаре. Внешне фосы напоминают большую кошку, а ее детеныши издают звуки, очень похожие на мурлыканье. Но никакая она не кошка. Она из семейства мадагаскарских вивер. Животное ловко прыгает с ветки на ветку, а влезает на дерево с помощью лап и длинного хвоста. Фоса питается мелкими млекопитающими, птицами, рептилиями и даже насекомыми. И раз мы заговорили о рептилиях, давайте на них и посмотрим. На Мадагаскаре встречаются крокодилы – наиболее крупные хищники острова. Они представлены двумя видами. Один из них – нильский крокодил. Есть пословица малогасийцев – нет зверя больше крокодила. Крокодилов они называют мамбы и вуаи. Мамбы ничем не отличаются от африканских нильских крокодилов, а вуаи – поменьше. Но этот подвид нильских крокодилов вводится исключительно на Мадагаскаре и называется малогасийский крокодил. Вводятся и черепахи – сухопутные, больших размеров. Мадагаскарская лучистая черепаха и клювогрудая черепаха – они обитают исключительно на острове Мадагаскар. Вообще рептилии очень широко представлены на острове. Насчитывается порядка 300 видов, из которых 90% эндемики. Сюда не проникают агамы, вараны и обыкновенные ящерицы, но имеются два эндемичных рода игуан. Из наиболее известных рептилий – это хамелеоны, гекконы, сцинки и игуаны. Отмечается наибольшее разнообразие хамелеонов не только на видовом, но и на родовом уровне. Особого упоминания заслуживает многообразное семейство хамелеонов длиной от 4 до 60 см. Половина мировой фауны хамелеонов обитает только на Мадагаскаре. Вводятся и змеи. Как и по другим систематическим группам, фауна змей не столь богата видами – до сотни. Но зато почти все они эндемики. Ядовитых змей на острове нет. Отсутствуют питоны – гадюковые и аспидовые. Посему все можно брать в руки без особой опаски. Хотя хорошенько цапнуть могут только тупоносые змеи, отличающиеся повышенной агрессивностью. Вот с ними надо аккуратно. Из крупных обитают удавы. Тищья фауна острова интересна и богата. Здесь встречаются 250 видов пернатых. 115 из них эндемичны, то есть обитают исключительно на Мадагаскаре. Среди местных эндемиков встречаются ворона с белой шеей, красные воробьи, черные попугаи, зеленые голуби, голубые кукушки, пастушковые куропатки и другие. Есть еще интересные летуны, но не птицы, а лисицы. Да-да, это летучая лисица. Это представительница рода рукокрылых семейства крыланов. Она похожа на огромную летучую мышь. Длина тела летучей лисицы составляет около 40 см, а размах ее крыльев достигает метра 80. Кроме Мадагаскара это диковинное существо водится в Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи и Австралии. Летучая лисица отличается от других летучих мышей тем, что не использует эхолокацию, а пользуется обычным слухом. Эхолокация этим животным и не нужна, так как они не ловят насекомых, а питаются растительной пищей, фруктами, цветами и листьями. И насекомых здесь множество. Красота и разнообразие поражают всех посетителей Мадагаскара. Только на этом острове можно увидеть самую крупную дневную бабочку в мире – Сатурнию комету, а также много ярко окрашенных парусников, ночных бражников, богомолов, палочников, жесткокрылых. Незабываемый про огромных шипящих мадагаскарских тараканов. В 80% встречающиеся на острове пауков также эндемичны. Есть и интересные пауки, такой как паук Дарвина. Этот паук из семейства кругопрядов был обнаружен на острове Мадагаскар в национальном парке Андосибе Монтадия в 2001 году. Прославились же эти пауки способностью плести гигантские ловчие сети, площадь которых может быть до 25 квадратных метров. И различные эксперименты подтвердили, что паутина этого паука в 10 раз прочнее волокон сети, производимых другими пауками. В реках и пресноводных водоемах обитает около 20 видов рыб. Немногочисленные пресноводные рыбы имеют в основном африканское происхождение. А вот окружающий Мадагаскар теплые воды Индийского океана богаты различными видами рыб и млекопитающих, китами, косатками и дельфинами. И вроде Мадагаскар это остров, находящийся недалеко от Африки. Но тут нет ни львов, ни жирафов, ни зебр, ни бегемотов. И данный факт наверняка огорчит любителей мультфильма «Мадагаскар». Хотя бегемоты были. Малагасийский бегемот, также известный как мадагаскарский карликовый бегемот, обитал на острове Мадагаскар. Его таксономическая позиция не определена, однако он явно являлся родственником обычному и карликовому бегемотам. Впервые этот вид был описан в 1867 году французским путешественником и натуралистом Альфредом Грандиндье, который раскопал около 50 особей на месте осушенного болота около озера Ранубе в нескольких милях от Модзамбикского пролива. Но он был полностью уничтожен приблизительно тысячу лет назад. Из больших вымерших существ еще существовали эпиорнисы, вымерший род нелетающих эпиорнисообразных птиц, один из двух родов бескилевых птиц-эндемиков Мадагаскара, известная также как птица-слон. Мадагаскарский эпиорнис достигал до 5 метров в высоту и массой порядка 400 килограммов. Их яйца 32 сантиметра в длину при объеме до 9 литров, что в 160 раз превосходит размеры куриного яйца. Причем вымерли они, хотя правильнее сказать уничтожены, совсем недавно в 18 веке. Были еще гигантские лемуры-ленивцы, размерами с горилл, но их постигла такая же участь. Да, человечество умеет сделать свой вклад и оставить свой след на планете. Животный и растительный мир остров Мадагаскар претерпел большие изменения за период колонизации Франции. Остров был почти сплошь покрыт влажными вечнозелеными лесами на востоке и сухими листопадными на западе, где они чередовались с саваннами. В настоящее время под лесами занято не более 13% поверхности острова. Первобытные леса с железным, черным, палисандровым и красными деревьями, каучуконосами и другими ценными растениями сохранились только на сравнительно небольших участках. На самом побережье они почти везде вырублены или уничтожены пожарами и заменены полями риса, плантациями кофейного дерева, какао, ванили и других тропических культур. На заброшенных землях появился обедненный вторичный лес с преобладанием бамбуков или высокотравная саванна. Подсечно-огневое земледелие, беда Мадагаскара, почва на Мадагаскаре бедная и без внесения удобрений рисовое поле через 2-3 года обычно перестает давать хороший урожай. Удобрения крестьянам не по карману, так что они поступают по старинке. Очищают площадку от деревьев и кустарников, немного ждут, пока срубленный лес подсохнет и потом все это сжигают. Новое рисовое поле готово. Зола служит в качестве удобрения на следующую пару лет. На острове огромное количество браконьеров, вырубающих ценные породы деревьев и вылавливающие редких животных на продажу. И хотя число храняемых территорий растет, этого недостаточно, чтобы спасти неповторимую флору и фауну Мадагаскара. Конечно, парки служат убежищем для животных, где резко деревьев является незаконной, но на практике это не всегда работает. К сожалению, реалии таковы, что назначение территории парком или охраняемой территорией не означает, что местные жители будут удовлетворены своими непосредственными потребностями. Парк не уменьшает их голод и не удовлетворяет их потребности в жилье и других предметах первой необходимости. А природа острова всегда остается на втором. И в большинстве люди не понимают, что в дальнейшем ресурс может закончиться и земля превратится в бескрайнюю пустыню. До сих пор для многих остров Мадагаскар далекая земля, известная с давних времен. И так хотелось бы, чтобы человечество сохранило поразительное богатство природы, благодаря которому Мадагаскар оставался много лет уникальным местом на нашей планете. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями, это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok